я приветствую вас друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей и в этом видео мы посмотрим тему и обсудим зубодолбление подробное описание самой технологии и процесса то есть мы рассмотрим как производится зубодолбление будет даже видеофрагмент мы рассмотрим какой инструмент какие детали можно получать и почему именно зубодолбление более выгодно делать эти детали в общем обо всем об этом в этом видео погнали и так в каких же случаях применяют зубодолбление естественно смотрите если мы говорим об зубодолбление то это образование зубчатого венца вот вариант примеру вот этот зубчатый венец который до косозубы да он может получаться не только процессе зубодолбления но также может получаться в процессе обычного зуба фрезерования здесь есть возможность это делать потому что есть выход фрезы ну что делать вот с таким вот зубчатым венцом как вы видите этот зубчатый венец практически плотно прилегает к тарков 2 так сказать своей шестерне и есть только небольшой зазор порядка где-то там 4 5 миллиметров что недостаточно для выхода фрезы но вполне достаточно для выхода долбика в таких случаях зубодолбление является преимущественным процессом еще такой же процесс применяется если у вас необходимо сделать внутренний зубчатый венец конечно если деталь не имеет небольшой диаметр то такой зубчатый венец можно получить путем протягивания это будет конечно более экономически целесообразно но опять же при условии что у вас крупносерийная или массовая производства но если шестерня имеет допустим диаметр 300 миллиметров до внутренний диаметр а ей шестерни которые и более метра до по два метра имеют диаметр это же нужно нарезать такой вот зубчатый венец то конечно здесь процесс зубодолбления использование его как технологии основной является приоритетным поехали дальше какой же инструмент используют для зубодолбления классика жанра это долбяк как видите долбяк у него такой вот эвольвентный профиль да вот такого плана долбяк устанавливается на оправку снизу поджимается гайкой какой-то фиксирующий и эта оправка вместе с инструментом вставляется в шпиндель рабочий шпиндель станка естественно такие долбяки вот как вы видите с косозубый долбяк да он применяется преимущественно для зубодолбления косозубых колес есть различные конструкции различные исполнения на различные модули естественно модуль если у вас какой-то модуль зуба то и долбяк должен быть соответствующий а также это касается и сам самих геометрических параметров вашего зубчатого венца поехали дальше какая же схема зубодолбления давайте на таком простом эскизе разберем сам процесс зубодолбления потом все это закрепим видеоматериалом и так смотрите вот ваша деталь которая подходит к долбяку преимущественным зубодолбежных станках перемещается деталь ну я не имею что она в долбяк не перемещается а деталь подходит к долбяку на определенную глубину чтобы получить зубчатый венец есть это делать за один проход это делается сразу если за два прохода бывает и такой черновой и чистовой проход тогда подходит не не на всю глубину стол с деталью вращается по всему обороту долбяк также вращается они вращаются в одном направлении то есть они вращаются в разным в разным в разном направлении но в направлении говорю обращаются они в одном направлении общем но в разные стороны и так хорошо подходит деталь начинает долбяк свою работу деталь вращается долбяк какую схему об имеет он он опускается естественно он проходит всю глубину зубчатого венца имеет небольшой переход то есть выход за контур самой детали потом происходит отскок этот оскок обычно незначительно виден на более старых станках эти оскоки были видны очень хорошо к сожалению тогда не смог зафиксировать это на видео после чего долбяк поднимается вверх и повторяет циклично все эти движения кинематика долбяка надежно связано с кинематикой самой детали поэтому зубчатый венец имеет определенное деление по гитарам или сейчас как делают станки щипа у с приводами за счет чего получается зубчатый венец по всему контуру вашей заготовки и так потом деталь уже отходит меняется ставится другая деталь и процесс повторяется давайте рассмотрим непосредственно сам процесс зубодолбления и так мы вот перенеслись уже непосредственно саму практику как вы видите здесь происходит зубодолбление по принципу зацепления шестерни то есть один зуб уже практически сформирован и долбяк выходит а зацепление 1 непосредственно находится в зацепление и третий зуб только начинают свое формирование то есть практически имитируется зубчатые колеса либо шестерни да как по-другому называется да то есть зацепление по шести точкам вот зуб закончен эволюмента практически готова как бы вы обратите внимание долбяк вращается в эту сторону да в эту же сторону в этом же направлении вращается деталь вот наша наш зубчатый венец который только был еще в процессе работы он уже готов то есть дорабатывается немножко эволюмента по вершине тот который начинался в начале видео зуб он уже видится тоже практически сформировался и уже следующий зуб начинает формироваться до процесс конечно нет не такой уж и быстрый как бы хотелось но точность можно достичь достаточно хорошего надо современном оборудовании можно и значительно ускорить данный процесс на этом все друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки если не понравилось делитесь видео с друзьями и ждите новых выпусков до новых встреч пока пока